Сегодня стали известны детали переговоров, проведенных в понедельник в Париже Владимиром Путином. Их сообщил пресс-секретарь российского президента. Речь прежде всего о ситуации вокруг Сирии в нашем сбитом самолете. Совместная борьба с террористами, к чему неоднократно призывала Москва. И возникшее непонимание обсуждает сегодня и в Брюсселе. В Париже встретились президенты США и Турции. Как того и ожидали, главной темой стала напряженность в отношениях Москвы и Анкары. И сегодня же правительство Германии одобрило участие своих военных в операции против ИГИЛ в Сирии. Репортаж нашего европейского Субкора Ивана Благова. Самая масштабная зарубежная операция Бундесвера. Планируется задействовать до 1200 военнослужащих. Речь идет об отправке в Сирию самолетов-разведчиков Торнадо, воздушного заправщика и как минимум одного военного корабля. Он должен защищать французский авианосец Шарль де Голь. Есть лишь одно маленькое, но очень важное «но». Немцы готовы отвечать за что угодно. За защиту, логистику, сбор разведданных, но не воевать. Удары с воздуха и наземная операция исключены. Как и координация действий с армией Башара Асада. Заявления европейских официальных лиц совпадают чуть ли не до буквы. Будущего с Асадом не будет. Не будет и взаимодействия с войсками под командованием Асада. Удивительно, но совсем недавно министр обороны Германии говорил о том, что газетчики тут же назвали альянсом с армией Асада. Однако сегодня последовали срочные опровержения и уточнения. Берлин будет координировать свои полеты в Сирии с Москвой. Сегодня в Париже прошла встреча президента США Барака Обамы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На ней обсуждались действия коалиции, которую возглавляют США, а также уничтожение турецкими военными российского Су-24. Я хочу, чтобы меня ясно понимали. Турция — союзник НАТО. На этом можно было бы и закончить. Это означает поддержку при любых обстоятельствах. Но Обама продолжил. Мы обсудили, как Турция и Россия могут работать вместе над деэскалацией напряженности и поиском дипломатического решения этой ситуации. Я обратил внимание президента Эрдогана, что у нас общий враг — это ИГИЛ. О том, как Турция своеобразно борется с общим врагом всего прогрессивного человечества террористами из ИГИЛ, рассказал накануне в Париже российский президент Владимир Путин. Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции. И у нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции. Как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры. Российский президент оказался первым политиком такого уровня, который сказал то, о чем уже давно говорят эксперты. Западная пресса еще с прошлого года активно пишет о грязной торговле Турции с террористами. На Ближнем Востоке роль Анкары в финансовой подпитке террористов ИГИЛ тоже мало для кого является секретом. За последние 8 месяцев исламскому государству удалось продать нефть на 800 миллионов долларов на турецком черном рынке. Это иракская и сирийская нефть, которая продается по расценкам, составляющим менее половины от мировых цен. Она всегда стоила там в районе 20-22 долларов за баррель. Турецкие дельцы и черный рынок работают прямо под носом, даже под покровительством, если хотите, у турецких спецслужб и органов безопасности. У меня нет ни тени сомнений, что турецкое правительство прекрасно обо всем знает. Турецкое правительство, конечно же, все отрицает. Премьер Турции Ахмед Давутаглу сегодня выступил с неожиданным заявлением. Чтобы такие инциденты больше не повторялись, давайте откроем военные каналы связи. Мы снова призываем к этому Россию. Давайте откроем и дипломатические каналы для восстановления наших отношений. Обсудим это и предотвратим еще большие кризисы. Москва удивлена, почему Анкара только сейчас проснулась. Или раньше военным двух стран что-то мешало общаться. Дело в том, что военные каналы связи между военными у нас существовали. И они были призваны, скажем так, не допустить таких трагедий, которые произошли. Эти каналы не сработали. И не по вине российской стороны. Причем не сработали умышленно или неумышленно. Напомню, сейчас российские военные приостановили любые контакты с Турцией. В Германии Анкару критикуют редко. Она союзник по НАТО, плюс с турками только что заключили сделку. Анкара перекрывает границы для беженцев. Но есть вещи, о которых просто невозможно молчать. Так журналисты телерадио компании АРД провели собственное расследование. И выяснили, как боевики ИГИЛ зарабатывают миллионы на работорговле. Выездной офис террористов находится в турецком городе Газиатеп. По удивительному совпадению, его не трогают турецкие спецслужбы. Живой товар в основном курды-язиды. Цена 15-20 тысяч долларов за раба. Немецкие журналисты присутствовали при выкупе из плена женщины и ее троих детей. Турция и ее опасная роль в сирийском конфликте – головная боль европейских политиков. Но пока на официальном уровне Анкару они предпочитают не критиковать. Иван Благой, Максим Семин, Первый канал, Берлин.